хвала отцу и матери небесным любовь и свет рождаются в сердцах мы не рабы мы дети и конечно мы станем все богами навсегда пройдем мы путь познания из света научимся любить и сотворять души своей бесчисленные лето на уровне творца осознавать всем привет мои дорогие друзья и сегодня я хочу ответить на следующий вопрос почему многие из вас не могут вспомнить о своих предыдущих воплощениях и очень часто я получаю следующий вопрос говорят в чем смысл в этих перевоплощениях если мы в этой жизни не можем помнить все что мы делали в прошлых жизнях и отрабатывать какую-то там карму за то чего мы здесь не можем вспомнить и не знаю но так ли обстоит дело на самом деле давайте порассуждаем давайте мы начнем с вами с того как я сам пришел к такому пониманию как перерождение или реинкарнация будучи христианином и проповедником евангелия я не верил в реинкарнацию и считал реинкарнацию абсолютно бесовским проявлением я считал что это бесы вселяются в людей и таким образом они людям пудрят мозги рассказывая им про какие-то их прошлые жизни но когда меня самого коснулся этот вопрос и когда лично у меня стала открываться вторая память и всплывать фрагменты начались из моих предыдущих жизней тогда я понял что что-то в этом есть конечно же я не являюсь неодержимым небесноватым у меня нет никаких бесноватых припадков я считаю себя абсолютно в здравом уме и в здравой памяти в здравом сознании но что есть то есть почему же вы не можете вспомнить предыдущую жизнь когда у меня приходят фрагменты предыдущих жизней то они сопровождаются ярким воспоминанием и это все приходит на уровне твоего внутреннего человека это вибрации как я уже говорил что голос любви говорящий в совести это не физический голос который ты внутри себя слышишь это не где-то в голове у тебя это где-то внутри во всем твоем человеческом естестве я это называю просто генетическая память на уровне всей твоей энергии всего твоего внутреннего человека всплывают знания причем трезвые яркие знания это выглядит так как будто ты вспоминаешь или знаешь что что ты делал но тут же на подсознательном уровне ты понимаешь что в этой жизни ты этого не делал но ученые или медицина дают этому свое объяснение они говорят это ложная память меня вопрос да с чего они решили выносить такой диагноз что это типа ложная память у нас в мозгу значит брак какой-то что наш мозг выдает нам ложную память и тогда мы все какие-то бракованы и тогда почему я должен доверять мозгам каких-то ученых а вдруг это у них ложное знание о якобы ложной памяти почему бы не считать что это в действительности нормальные здравые знания и фрагменты но у нас если вы еще не заметили определенная система сложены определенные рамки рамки стандартов рамки поведения рамки мировоззрения рамки мировосприятия вот примеру еще при ссср нам поставили рамки говорящие человек произошел от обезьяны всякий кто выходил за пределы этих рамок мировоззрения считался либо сумасшедшим либо ненормальным ну в общем дурачком то есть если ты не верил в то что ты от обезьяны тебя считали очень странным человеком а если ты задумывался о мироздании там о других планетах то вообще считали что у тебя потекла крыша и ты просто начитался научной фантастики в общем нас постоянно загоняли и продолжают загонять в рамках миллионы людей по всему миру имеют воспоминания о прошлых жизнях только из этих миллионов ну может быть несколько сотен тысяч кто может об этом говорить явно или публично не стесняясь что о нем будут говорить что он дурачок у которого потекла крыша но нам всегда когда человек выходит за рамки стандартного восприятия мира или стандартных мировоззрений и учений навсегда говорят это шизофрения это диагноз это бред плохо учился учи историю учи учи это а историю и все остальное написали такие же люди причем доказать то никто не может правду написали или нет нам постоянно вбивают в голову определенную программу и у нас стоит строго табу на то чтобы твой разум выходил за пределы этих рамок а если ты научишься слушать свой разум сердце и совесть то ты о самом себе и о мире узнаешь намного больше чем тебе вбили к примеру ты уж точно поймешь что твои предки не обезьяны ну хотя возможно может быть кто-то и происходит от обезьян может быть древние ученые генетики были настолько продвинуты что они могли из биологического материала обезьян создавать людей тогда да я соглашусь что тогда вполне возможно ваш предок является в прямом смысле обезьяны может быть не знаю но я не от обезьян моя внутренняя память говорит мне совершенно о другом мои предки были материализованы из света в этот мир от них и стали происходить человеческие виды вот если вы от обезьян я с вашей роднёй не хочу уступать в конфликт обезьяны значит обезьяны вообще не проблема когда у меня всплывают фрагменты моей жизни это причем я об этом никогда бога не просил это пришло само причем картины и образы настолько стали совпадать что это просто потрясает плюс даже незнакомые мне люди по элементарным знаниям нумерологии взяли разобрали меня по частям ну в смысле мою дату мои цифры до рассказали мне очень интересные вещи которые до этого были показаны мне теперь я понимаю почему нам в христианстве всегда запрещалось изучать астрологию астрономию там все что с этим связано да потому что если ты начнешь изучать какие-то другие источники или ты начнешь изучать другие религиозные источники не только современной но и древние которые допустим уже ушли из современного образа миропонимания то ты найдешь очень многое допустим ветхий завет иудейские тара очень сильно перекликается с учением древних шумеров но вот практически как будто бы иудеи взяли с шумерии с их текстов и переписали историю создали для себя чего-то свое дописали что-то как-то переименовали но шаблон остается то же самое поэтому сегодня очень много шума в интернете насчет той же торы да хотя в этом нет ничего странного авраам то вышел из шумерии правильно ну да он же вышел с шумерии он там был в месопотамии покинул ну и дальше соответственно оттуда они могли брать знания плюс моисей был в египте но это по преданию а там по факту доказательств нет никаких что они там были ну просто около полтора миллиона человек живущих 40 лет в пустыне почему полтора потому что 600 тысяч официально там написано что было мужчин но соответственно там женщины старики плюс там еще другие были вышедшие с ними ну грубо говоря миллиона полтора точно было ну и за 40 лет полтора миллиона кочующих бедуинов грубо говоря по пустыне но точно наследили бы да и вообще сама история сорокалетнего пребывания в пустыне она странная и ты видишь эти странности только тогда когда включаешь мозги тем кто посещает ту или иную протестантскую деноминацию там мозги запрещено включать ну потому что ты же додумаешься что допустим у вас же скотина в пустыне и с чем-то кормить надо правда чем они и 40 лет песком кормили до в палатках как жить как размножаться как бегать в туалет за пределы стана там надо было за пределы стана бегать в туалет а как быть с больными с беременны да вообще но вы просто попробуйте для эксперимента выйдите в чистое поле под открытое солнце где жара там до 50 на солнце и попробуйте пожить в палатке я на вас посмотрю я посмотрю как вы выживете там со скотиной вас туда отправить и и давайте там 40 лет блуждайте да вы там и четыре дня не протянете женщины дети старики под открытым солнцем в пустыне в палатке без кондиционера все на этом да дальше можно ничего не говорить ну мы же возвращаемся к нашим реинкарнация впервые я задумался о реинкарнации и просто внутри самого себя задал богу вопрос когда я стал по многим аспектам жизненным и религиозным прозревать я просто внутри себя задал богу вопрос и он мне тоже задал вопрос причем такой яркий вопрос пришел связанные с душой душа вечная я говорю сам себе ну конечно вечная твоя душа когда появилась и где ты был прежде чем то есть ты как душа прежде чем ты появился в этом теле ты существовал или нет и у меня внутри пришло прозрение да я существовал сейчас осознаю что я вообще не имею начала дней то есть я по сути никогда не начинался я это энергия света которая находится в этом теле у меня нет вообще начало дней у меня нет конца дней у меня есть только смена аватаров в виде человеческого тела сейчас я живу вот в этом аватаре которые вы видите да и так пока я не взойду в самый высший уровень развития причем у меня как у вечной души у энергии света нет никакого хозяина я никому не поклоняюсь у меня нет какого-то бога которому я был бы рабом я никому не молюсь потому что я самостоятельная самостоятельная душа в мироздании когда я с чем-то здесь не справляюсь в этой жизни конечно я обращаюсь к матери небесной которая есть любовь любовь всем нам мать потому что любовь она женского рода а свет отец наш небесный это бог мужского рода это наш отец соответственно от них появились и другие боги также боги участвовали и в сотворении всего этого мира отсюда и слова совместное творение так что как то так вот к чему пришла моя осознанность если вам сейчас открыть всю память а представь ну к примеру ты прожил тысячу жизни и тебе все открыть то в прямом смысле у тебя здесь поедет крыша ты начнешь путать реальность этой жизни и реальность предыдущих жизней поэтому то что нам небеса затворяют здесь доступ к предыдущим жизням я считаю это абсолютно правильно потому что ты должен прожить именно эту жизнь они те жизни здесь просто ты распознаешь очень многими методами к примеру такое понятие как дежавю в одном из видео недавно я сказал что это такое на 5 я выражаю свои знания из своей генетической памяти потому что я подключен к своему роду соответственно я как личность развиваюсь именно в своем направлении поэтому мои знания могут в чем-то отличаться от ваших знаний или от знаний других людей но я извлекаю из своей души потому что именно в моей душе прописано моя настоящая жизнь и прописано именно то что я должен исполнить вот именно в этой жизни когда это все открывается это настолько живо и ярко что это сопровождается эмоциями и представь ты вот живешь в этом мире ты понимаешь что что-то ты в этой жизни не делал но у тебя глубоко в подсознании ты что-то помнишь что ты явно делал также реинкарнация очень легко может проявляться фрагменты ваших жизни в ваших сновидениях есть очень яркие живые сны где ты ощущаешь самого себя но внешне свой вид ты видишь абсолютно другим к примеру ты осознаешь вот примеры что я это я но во сне допустим ты себя увидел в зеркало отражение у тебя другого лица или ты видишь близких людей ты понимаешь что это ну допустим во сне это маша это федя это петя это вася но ты их видишь в других телах с другими цветами волос но души ты понимаешь что это те люди которых ты знаешь это о чем говорит это показывает о родственности душ здесь к примеру встречаешь что человека на земле которого ты увидел первый раз ты чувствуешь его родную душу по вибрациям которая она излучает о чем это говорит это говорит о том что вы кармически связаны и в этой жизни с этим человеком вы в прошлых жизнях с ним переплетались поэтому вы здесь на земле друг друга узнаете по энергии не по телу у меня есть люди которые мне звонят мужчины или женщины когда я слышу их голос в трубку и вот энергетику которая от них исходит я даже не знаю как выглядит человек но я вижу очень близкого и родного человека хотя я в глаза не видел человека я вижу душу я ощущаю свет этой души и родственность этой души почему да потому что мы кармически связаны вот вам и реинкарнация она реально не могут миллионы людей по всему миру сойти с ума и не может быть у миллионов людей у миллиардов всплывать какая-то ложная память но не могут быть все ненормальными понимаете нужно смотреть на мир не шаблонно осмотреть на мир в таком расширенном диапазоне и чаще вникать в самого себя в свою душу еще раз повторяюсь именно в твоей душе все прописано именно в твоей душе и не где-то там твоя душа твоя совесть внутри тебя содержит внутри тебя книгу книг то есть книга твоей собственной жизни книга жизни она находится вот здесь внутри твоего тела на уровне энергетики именно в этой книге пишутся твои задачи и пишется твое предназначение когда ты научишься читать книгу которая вот здесь находится у тебя в душе тогда ты будешь развиваться именно по своему личному жизненному предназначения ну вот наверное все что связано с реинкарнации ну конечно это все коротко многие вещи я уже повторял в предыдущих видео кому интересны мои взгляды на реинкарнацию кому интересны разборы таких понятий как карма реинкарнация все что с этим связано ищите все у меня на канале это есть в мои видео заходите там вы в ленте в моих видео на канале все найдете на этом у меня все огромное спасибо всем за комментарии которые вы оставляли под предыдущим видео огромное вам спасибо благодарность мы с вами увидимся еще пишите также здесь комментарии ставьте там лайки свои лайки нужны не для того чтобы я смотрел сколько их у меня много чем больше вы ставите лайков тем больше вероятности что youtube это видео к примеру будет показывать в рекомендованных тогда и другие люди смогут допустим увидеть то что увидели вы поэтому если тебе нравятся мои видео не будь жадным поделись с кем-то если боишься поделиться в социальных сетях и тебя сектанты боишься там что за клюют ну тогда просто хотя бы лайк поставь и все вот чем больше лайков тем больше вероятности что другие увидят в принципе как то так также еще раз от души хочу поблагодарить всем кто оказывает материальную поддержку очень приятно когда кто-то оказывает внимание таким образом и подписывает на подарок детям или там детям на конфеты на фрукты очень приятно и большое спасибо до следующих встреч мои хорошие всем пока